Здравствуйте, мои друзья! Пришло время показать вам наш номер в отеле Паттайя Парк. Живем мы на 23 этаже и сейчас мы туда поднимемся на лифте и пойдем в нашу комнату. Несколько минут терпения, лифт быстро поднимается. Наш отель представлен в виде жилого 25-этажного корпуса в виде русской буквы П. Ну вот, мы вышли из лифта и видим по центру такую башню, знаменитая башня Паттайя Парк. Если жилой корпус составляет 25 этажей, то башня доходит до 56 этажа и еще выше поднимается какой-то шпиль, но я не знаю его предназначения. Ну а башне я расскажу позже, а пока полюбуемся ее мощью. Правда, перекрытие 24 этажа сейчас мне мешает снять ее в полный рост. Внизу очень страшный колодец. Там на первом этаже расположено лобби отеля. Вот такое внутреннее пространство нашего отеля. Показываю с разных ракурсов. Вообще, внутри башни есть технический лифт, по которому горничные поднимают на этаж постельное белье, ну и все необходимые им принадлежности. Пойдемте вперед. Наша комната угловая, вон та последняя дверь. Здесь переход в башню, давайте туда сходим. Там темно, конечно, у меня камера что-то плохо записывает барахлит, но вы уж меня простите. Общее представление вы, думаю, будете все равно иметь. Здесь такой какой-то небольшой склад. Видимо, то, что оставляют туристы в своих номерах, выносится сюда. Здесь вот как раз двери в сторону технического помещения и лифта. Здесь вот чемоданы какие-то. Вот то, что бросили туристы. Пойдемте отсюда. Тут вообще страшно идти по этому мостику. Видите, как в воздухе висишь. Он плохо показывает, простите. Других записей нету, так что приходится показывать именно вот такой вариант. Ну уж что делать. Вот это наш номер. 23-24. 23 этаж, 24 комната. Все. Дочь мне открыла двери. Заходим. Это электронный ключ. Вытащишь ключ, свет погаснет. Вставишь, будет свет. Вот здесь на картинке все нарисовано. Нет света, есть свет. Ну тут на тайском, наверное, все написано. Инструкция. Вот такое вот. Мы уже тут расположились, развесили кое-что. Тусклая лампочка. Такой вот гардероб. Здесь такая небольшая кухонька. Что у нас здесь есть? Чайник, чашки, стаканы. Холодильник. В холодильнике алкогольные напитки. Но мы их не трогаем. Они платные. И две бутылки воды. Бесплатные. Холодильник, видите, грязный. Ну что делать? Какой есть? Главное, что холодит хорошо. Вот чайничек есть. Посуда. Кофе, чай. Алкоголь. Но он платный. Мы его поставим назад. Он нас не интересует. Фен есть. Так что не надо ввести его. Вот он, сейф. Но мы еще не работали с ним. Надо попробовать проверить код. Как он будет работать. Пока еще не знаю. Мусорка уже у нас заполненная. Тут уже мелочь всякая. Зеркало большое. Телевизор с русским каналом. Видите, русские надписи. Но мы его практически не смотрим. Просто как фон. Вот такой красивый уголок. Красивое кресло. Ну, правда, уже старенькое все. Обивка уже обесцвечена. Такой вот старенький абажур. Тоже выцвел весь. Видите, бахарма обтрепалась. Очень старая. Вот видно наши кровати. Две раздельные. Широкая кровать достаточно. Постельное белье чистое. Это у меня вот камера так показывает. Я уже сто раз просила у вас прощения. Здесь информация, как набирать свой родной город. Коды городов. Так, это тут как включать свет. Включить, выключить. Так, а вот эти посередине, я не знаю, что за кнопочки. Такая скромная картина. Ничего особенного. Так, ну что, вот эта пипочка какая-то. Я думаю, что это пожарная сигнализация. Наверное, так. Кондиционер. Он нас очень сильно выручал. Очень хороший, хорошо работал. Это самый огромный плюс нашего номера. Ну что сказать, туалет как туалет. Тут очень темно. Вообще свет слабый. И в комнате слабый свет. Даже вот вечером мы когда включаем. Какой-то некий полумрак. А тут тоже. У меня камера что-то не берет. Плохо показывает в таком освещении. Ну что, горячая вода есть. Горячая вода есть. Холодная вода есть. Носик, правда, коротенький у этого смесителя. Неудобно. Вот такая пипочка тут поднять, опустить затвор у раковины. Все необходимые принадлежности. Мыло, шампунь, гель для душа, шапочка для головы, стаканы. Ну, поскольку здесь у меня не хочет камера снимать. Здесь я уже не буду снимать. Ванная как ванная. Унитаз как унитаз. Ну вот на этом я полагаю, что и закончу. Думаю, что вы теперь все равно имеете некое представление об этом номере. Со всеми вами я прощаюсь. Всего доброго. Всем пока-пока. Продолжение следует...